Ну что же, встречаем в нашей студии Анастасию Юдина. Это член Ассоциации диетологов Российской Федерации. Сегодня поговорим на тему пользы или вред обезжиренных продуктов. Разберемся вместе со специалистом. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Вот скажите, пожалуйста, откуда пошла мода на обезжиренные продукты? Мода на обезжиренные продукты началась примерно в 2000-е годы, когда пошла мода на такие фигуры скинни, такие прям минимум жира. Все стремились очень сильно похудеть. В то время Американская Ассоциация диетологов выпустила свои рекомендации по поводу снижения количества жира в рационе. Но совсем неправильно интерпретировали эту рекомендацию. И все подумали о том, что жир нужно исключать из своего рациона совсем. Особенно для снижения веса. И, соответственно, появились первые низкожировые диеты. И, как востребованные, обезжиренные продукты появились на рынке всех годов. И вот эти этикетки 0% жирности. Это вообще реальность или это маркетинговый ход? И действительно ли это полезно, когда 0% жирности и поможет это похудеть? Нет, на самом деле сразу скажу, что обезжиренные продукты, они для здоровья не полезны. На самом деле жира бояться не стоит. Жир нужен нашему организму. Во-первых, наши гормоны синтезируются из жира. Это важнейшая составляющая здорового организма. Во-вторых, наша кожа, волосы также нуждаются в жире, в питании. Просто этого должно быть в меру. Нужно следить за количеством жира. Для здоровья человека должно быть в районе 70% растительных жиров и 30% животных жиров. Тогда никакого повышенного холестерина не будет, а будет здоровье, и все будет замечательно. У нас есть три образца сегодня прекрасных творожных, которые даже внешне отличаются друг от друга по консистенции, по крупности зерна. И наша задача вслепую определить. Я так понимаю, это моя будет миссия сегодня? Ты присоединишься? Мы можем разделить с тобой эту ношу. Давай. Мне интересно, мы угадаем или нет. Мы будем сейчас пробовать по очереди. Но пока не говори ничего, в конце мы скажем. Хорошо. На самом деле обезжиренные продукты, они могут быть даже вредны для фигуры. Потому что когда продукты обезжиривают, чтобы был хоть какой-то вкус у продукта, туда добавляют крахмал, быстрые углеводы, сахар. И таким образом получается, что такой продукт будет более вредный для фигуры. Все-таки жир придает, во-первых, приятный вкус для продукта и дает насыщение. А все-таки жир полезен, да? Да, однозначно. Жир должен быть в рационе, не нужно обезжиривать. Анастасия, вы знаете правильный ответ, какой из этих, значит, присоединенных вопросов? Да, я знаю. Да я на самом деле даже по внешнему виду могу определить то, что заметно. Я правильно понимаю, что обезжиренный продукт, он внешне и выглядит суховато. Абсолютно верно. Значит, тогда мое мнение, что третий это самый обезжиренный, 0%, видимо, да? Согласна, да. Второй образец это, ну, наверное, сколько там, 1%, 2%? Мне кажется, пятерочка. Пятерочка, думаешь, да? Я думаю, вот это 5, а это 9%. А вот это 9%, да? Ну, вот эти, может быть, наоборот. Ну, на самом деле немножко не так. Вы полностью правы, что это обезжиренный творог, потому что здесь действительно консистенция, она более сухая. И на вкус вы тоже можете ощущать, что жира практически нет. Далее, второй экземпляр, это у нас 5% творог. О, попадание. Абсолютно верно, да. Ну, вот однерочка, это у нас 2%. А, 2%, запутали нас, ну, как бы немножко померли. Ну, лучше тогда, если обезжиренный, понятно, мы уже поняли, что это реклама, и не более. Дальше мы видим разные варианты жирности. Какой творожок выбираем, и правда ли, что если жира недостаточно, молочный продукт может даже не усвоиться? Абсолютно верно. Все то, что мы хотим взять из молочного продукта, а это кальций и белок, без жира действительно не усвоится. И не принесет никакой пользы для организма. Поэтому хотя бы минимальная жирность, она должна быть. Те, кто следят за своей фигурой и боятся этого страшного слова «жир», могут взять себе от 2 до 5% жирности кисломолочного продукта. Это вполне нормально и объективно. Если у вас фигура, все в порядке, и вы просто хотите наслаждаться вкусом кисломолочного продукта, тогда смело берите 9%, просто небольшое количество. Для того, чтобы я в детстве ела творог, да, не отказывалась от него, родители добавляли в него немного сахара и сметаны. Получилась такая творожная сладкая масса. Уже будучи взрослым человеком, я узнала, что сахар препятствует усвоению кальция. На самом деле так, это действительно так, сахар препятствует усвоению кальция. Кроме того, творог с сахаром, к сожалению, это не полезный продукт, это уже больше как кондитерское изделие. Поэтому лучше использовать либо полезный сахарозаменитель, например, натуральный, как стевия, который придаст сладкий вкус, либо можно добавлять фрукты и ягоды. Хорошо, а если сметану? Вот тоже многие же люди добавляют сметану, да, в творог. Что мы скажем про жирность сметаны и стоит ли добавлять в творог сметану? Можно добавить столовую ложку сметаны, ничего критичного не случится. Жирность сметаны должна быть 10-15%, если вы следите за своей фигурой. Но я бы еще порекомендовала такой вариант, как мягкий творог, у него жирность значительно меньше от 3 до 7%, либо белый йогурт классический без добавок, у него жирность также варьируется от 3 до 7%, очень хорошая, приемлемая жирность для здоровья человека и не переборщим с жирами. А мягкий творог содержит кальций? Да, содержит. И белок? Да. Он похож просто на йогурт, мягкий творог, да? Да, да. И некоторые думают, ну разве это творог? Где же там кальций найти, где же там застышка? Где полезное что-то. А есть же еще жирность 18%. Понятно, мы не говорим про творожные массы, где и за 30 бывает, и они сладкие, и бесполезные, если не вредные. А 18%? Ну 18% это, как правило, жирность только самых натуральных фермерских продуктов. Такую жирность тоже можно использовать, но в ограниченных количествах. Все-таки за количеством жира тоже нужно следить. Его должно быть не мало, но и немного, чтобы не заработать тот самый повышенный холестерин. Интересно, у нас в течение разговора прозвучало, это страшное слово жир. Вот на самом деле, если бы жир назывался по-другому, слово было бы другое, наверное, мы бы относились к нему иначе. Тем более, что даже из линейки белки, жиры, углеводы коварнее оказываются углеводы. А знаете, почему жир так коварно звучит? Особенно для тех, кто сейчас продвинут в ПП, потому что жир они приравнивают к холестерину. Так ли это? Жир это всегда равно холестерин? Нет, не всегда, абсолютно нет. Есть хороший холестерин, есть плохой холестерин. Плохой холестерин это тот самый, который как раз таки оседает бляшками на наших сосудах и профилактирует, ой, вернее, в общем, развитие атеросклероза происходит от этого повышенного холестерина. Провоцирует, вот слово забыла. А на самом деле есть другой хороший холестерин, это те самые омега-3 жирные кислоты, которые содержатся, например, в жирной рыбе, в морепродуктах, в растительных жирах, в льняном, оливковом масле. Это полезные жиры, которые никак не повысят наш холестерин, а наоборот будут провоцировать снижение плохого холестерина. Это же опять следствие рекламы, когда пошла волна, все без холестерина и яйца вредны, потому что холестерин и все остальное. Давайте не верить рекламе в абсолюте, по крайней мере, давайте слушать специалистов и все, что мы видим, слышим, воспринимаем вокруг себя, воспринимать критически, чтобы это отражалось на вашем здоровье исключительно положительным образом. Спасибо большое, Анастасия Юдина, член Ассоциации диетологов России с полезной и невысококалорийной информацией.